Установку заряжает. И трохи делишься? Короткими. Правый заряжает. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует, что он находится правее от населенного пункта, где мы находимся. Только зенитный рассылок своим вогнем подавил данный вогневый засед. Удалось это или нет, это показывает только разведка. Но я думаю, что стрельба была проведена вдало. Закрыта им позиция на высоту до 3-400. А шкода он может задействовать тем, что он имеет осколки. И может наносить осколковое поранение особовому складу противника. Ну, если попадет где-то в технику, то может даже ее подпалить и так далее. Все, давайте, если что-то надо прикопать, прикопайте. Наблюдение за левым планом. Ну, мы сейчас пребываем с вами на певночи Харьковщины. В одном из населенных пунктов. Мы выполняем завдания по прикрытию наших подразделей от ударов армейской, в основном авиации противника. Наше завдание – их сбивать при появии. Ну, в основном, это гелекоптеры противника. Как правило, боевые ударные. Это у нас МИ-28, МИ-24, К-53 в основном тут появились. Мы на них палеем. Вони, я думаю, догадываются, что мы тут находимся. Нехай больше догадываются, потому что мы почти по всей линии стоим. Я хочу сказать, что зона урожения полностью перекрита по кордону. Наши подраздели находятся, я скажу, в каждом населенном и ненаселенном пункте. Ну, разные бывают поганные умовы. Переносим так, как и все. Тепло вдеваемся, пьем горячие напои. Ну, вот есть пищечка официально обладнана под газовый баллон. Все подъединяли. Звукаешь с часом. Это уже другая зима. В тот раз тоже пришлось. Как на осне сниг выпал, тоже были и в окопах, и в подвалах жили. Ну, как приходилось. Когда на дворе холодно, и еще и враг по тебе стреляет. И ты, бывает, что по несколько часов не выходишь из окопа, або из какого-то укрития. Оно как-то нагнетает трохи атмосферу. Ну, уже не первый месяц военно, уже как-то привыкли до этого. Наша задача — сбить вертушку, которая будет подниматься, будет выстреливать Нурса, неуправляемые ракеты. Чтоб меньше детей погибало. Ну, другого не могу ничего сказать. Дети — это святое. Мне 20 лет, и я теперь понял, что я хочу жестко детей. Просто, когда видишь детей двухсотыми, вот это психологическое давление самое большее давит на то, что типа надо быстрее закончить эту войну. даже ценой своей жизнью. Я это сделаю, если понадобится. На кого учился, на того и позывной поставили. Сварщик. Наши действия, как только вылетает вертушка, выходить с трубой, выстрел. И сразу же втекаем оттуда. Может быть такое, что раз в неделю, может быть такое, что два раза в неделю может появиться. Я охотник, а это, как же так, медведь мой. И я вот сейчас на медведя охотюсь. Как думаешь, чему взагалі росиянам зараз цікавий сам этот сектор? Какая войсковая необходимость обстреливать при кордоне селища? Учиться. Я не знаю. Просто голубы. Ну, я думаю, что там и курсанты тренируются. Но я вгадаю, что все равно рядом сидит квалифицированный пилот, который тоже имеет опыт. И поэтому он в основном руководит вертолетом. Голикоптером. И помогает тому, кто научится. А может даже не всегда это курсанты, как мы говорим. Иногда это, я думаю, и правильные пилоты, которые просто боятся на нашу территорию залетать, близко подлетать. Наш подраздел на нынешний момент пока что сбил один МИ-28. И один, как бы там, спорный, не очень подтвержденный. Но был одночасный пуст, сделанный несколько вагневыми группами. И тоже там сбитый был один вертолет. Но мы будем пытаться сделать все для того, чтобы их было еще меньше. И правильных машин, и правильных пилотов. И вот у нас было несколько вагневых пилотов. И вот у нас было несколько вагневых пилотов. И вот у нас было несколько вагневых пилотов.